Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поделиться о своих самых удачных покупках. Речь будет идти о колготках. Кому интересно, прошу не переключаться, оставаться со мной и вы все увидите сами. Они сейчас итальянские колготки, мои самые первые. И можете представить, им сейчас где-то 5 лет. Не могу сказать, что я их одеваю часто. В общем, они очень оказались качественными. И они не простые, не просто черные колготки, они с набивным рисунком. В отличие от обычных колготок, у них очень необычное плетение. Они совершенно комфортные, ноги в них абсолютно не чешутся. И они, в общем-то, прекрасно сохранили форму. И если бы не метро, не было бы вот таких вот затяжек. Причем, как бы появляются вот такие затяжки. То есть, ни разу не было такого, чтобы итальянские колготки у меня порвались. Или сделали такие быстрелки на всю длину ноги. То есть, в принципе, они очень такие практичные. Так, ну, вот рисунки, они повторяются. Показываю вблизи, как они смотрятся. Так, те же самые колготки вблизи. У них просто необыкновенное плетение. Они буквально как вышатые, что ли. И перед нами, опять же, зацепочка. Как я уже сказала, колготки не рвутся. Нет таких ни дырок, ни стрелок. И они только могут максимум такие вот, не сильно заметные, сделать затяжки. Но, опять же, это либо от колец, либо, если в метро кто-нибудь сумкой так заденет. Причем, конкретно бывают такие, да, боеслучаи в час пик. Ну, вообще, самое оптимальное носить их для офиса или по каким-то определенным случаям. Колготки очень эффектные, очень красивые. Следующие мои любимые колготки у Филиппо Диньон. Это итальянские тоже оттенок темный шоколад. Они не черные, а темно-коричневые. И рисунок у них идет уже не на бивной, а на протяжении всех колготок. Такой вот рисунок в виде таких, как бы, ромбиков, полу-треугольников. Такие вот. Перед вами сейчас следующие колготки, но, к сожалению, я не помню, какая из двух фирм сейчас на мне. Рисунок только боковой, на протяжении, ну, как бы, на длину всей ноги. Такой вот рисуночек. Полностью комфортные. Множество расцветок, вариантов цветов. Я предпочитаю либо классические черные с рисунком, либо такие темно-коричневые. И что мне нравится, они не блестят. Они абсолютно матовые. Нет никакого от них такого дешевого блеска. Смотрятся они мне тоже нравятся, как смотрятся. Очень классные. Покупкой я довольна. Причем уже не первый раз их покупаю. И качество мне очень нравится. То есть итальянские колготки для меня сейчас вот просто они сравнимы с теми, которые можно встретить, например, в супермаркетах. Вариантов колготок Транспарензо очень много. Есть и классика, и с рисунком, с люрексом, коррекция, сетка и другие. Цена может меняться примерно на 600 рублей. Есть и за 700, но в среднем цена даже есть и за 300-400 рублей. И до 1000 точно. Рисунки все очень разные. Цвета могут быть черные, коричневые или белые. Серые тоже бывают. Количество ДН опять же разное. Кроме колготок это могут быть также и чулки, и носки, и другие вещи. Что мне нравится, во-первых, очень идеальный материал. То есть они, в отличие от обычных колготок, совершенно не такие по ощущениям. И еще могу сказать, что они очень прочные. Купив колготки за 700 рублей, я удивилась тому, что они носятся гораздо дольше, чем обычные колготки за 200 рублей или за 100. Но также они невероятно комфортные. И можно подобрать себе различные такие варианты рисунка. И колготки все качественные. Что мне еще понравилось, у них швы все плоские. И шов только такой одинарный. Один спереди, один сзади. И колготки, они идут все как в виде колготок. То есть нет таких вот трусиков или шортиков, как бывает. Но все зависит от модели. Но вообще итальянские колготки меня, безусловно, покорили. И я буду в дальнейшем их покупать. Причем, как я уже сказала, они хоть по цене не такие уж и доступные. Но купив один раз, они все-таки себя оправдывают. Потому что некоторые модели у меня и три года носила. Но опять же, не каждый день. Но все же. Колготки Филипп Матиньон, тоже итальянские. Так выглядят упаковки. Колготки модели Кристалл, которые были представлены на мне в коричневом таком цвете. Темно-коричневый или горький шоколад. Колготки прозрачные, желковистые, матовые, с двойной обкруткой лайкра, без трусиков. Хлопковая ластовица, плоский шов. Опять же, вот эти колготки мне тоже очень понравились. Причем, это первые мои итальянские колготки. Точнее, одних из первых. Опять же, все. Вообще, вот к качеству нет совершенно никаких претензий. И их можно купить в обычных магазинах. То есть, надо просто спрашивать. Все названия я оставлю под видео. Потому что названия на слух и вообще пишутся так же, не сильно так просто. И то, что я сейчас показываю, материал с сайтов, это совершенно все такие случайные сайты. Я через интернет никогда колготки не покупала. Но и также познакомилась с ними непосредственно в магазине. Их порекомендовали. И они мне понравились. Поэтому, если вы хотите что-то аналогичное попробовать, то спрашивайте в магазинах. И я уверена, сравнив с вашими, ну или обычными какими-то колготками, разницу вы ощутите. Всем спасибо за просмотр. Приятных покупок!